Во Владивостоке прошел дальневосточный форум разговора о важном для взрослых «Женский взгляд». В мероприятии приняли участие жительницы всех 11 регионов округа, которые вносят вклад в развитие всей страны. Решая вопросы в интересах женщин, мы формируем государственные программы. Эти программы и на муниципальном уровне, и на региональном, и на федеральном уровне. Мы стараемся везде в них участвовать, поскольку участие в этих государственных программах – это привлечение финансовых ресурсов. А финансовые ресурсы однозначно на то, чтобы создать условия для женщины, созидать, рожать детей, воспитывать этих детей. И, конечно же, мы заботимся и о здоровье женщин. На форуме обсудили работу правительства «Примурия» с общественными организациями, которые стали надежной опорой для государства и общества в условиях СВО. Мы очень опираемся на общественность. Вот у нас общественность, они, здесь вот я видела Татьяну Владимировну Заболотную, это матери Приморского края. А у нас уже более 30 лет женский союз женщин Приморского края возглавляет Синаида Андреевна Иовкова. И уже за 80 лет она в строю. И я хочу сказать, что вот эти дамы, они не просто там участвуют в каких-то мероприятиях, они их реально организуют. И у них есть разветвленная сеть во всех муниципалитетах. И начиная с того, что они собирают какую-то коммунитарную помощь, потом они ее развозят по муниципалитетам, по разным семьям, которые в ней нуждаются. Они огромную работу проводят, и патриотическую, и воспитательную работу. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо всем таким женщинам, которые не считаются своим личным временем, поскольку они действительно сами жены и матери. В Приморье в настоящее время реализуются различные программы по поддержке материнства и детства, укреплению семейных ценностей. Важность этой работы неоднократно подчеркивалась на самом высоком уровне. Вопросы патриотического воспитания, они сейчас как никогда очень актуальны. Мы говорим о том, что очень разные у нас глядят на происходящие все события. И вот, скажем, дети наши, они как пластыри, то есть действительно им вовремя что-то объяснить, рассказать, провести какие-то мероприятия, которые будут способствовать этому образованию. Мы сейчас проводим, достаточно сказать, что мы внедрили здесь на территории региона арсеницкую карту. И вроде как она звучит привычно для нас, как пушкинская карта, но она у нас другая, она у нас направлена на патриотику, и мы сами формируем маршруты, вот эти маршруты, по которым проходят наши дети. В основном сейчас там задействованы подростки, и они приезжают в город Владивосток, для них это и местный туризм, это и парк «Россия моя история», это и картинная галилея, это и наши театры. Для них это вот все на отдыхании, как говорится. И я бы хотела сказать, вот у нас школьников, примерно где-то около 500 тысяч школьников у нас, а уже 35 тысяч ребят пошли в этот метро по версии местной карты. По словам Веры Щербина, в крае женские инициативы активно развиваются практически во всех сферах деятельности. Также есть много женщин-предпринимателей, которые уже достигли определенных успехов, и которыми гордится край. Юлия Ракотская, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.